Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 9, вопрос 2225. Вы раньше писали характеристики детям и взрослым. Занимаетесь ли этим и доселе? И как отреагировали те, чьи характеристики вы поместили в своих книгах? Открытым оком, том 2, страница 284. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот несколько последних характеристик. Где-то упускаем даже имя, заменяя его местоимениями, чтобы не зажечь еще большую обиду. Не по годам взрослая в суждениях, 11 лет. Умная, сообразительная, наблюдательная. Хорошая помощница и на кухне, и на огороде. Хватается за любую работу с охотой, но не всегда в ней старательно. Если она ей не по душе. Может, дело ей порученное бросить на половине без предупреждения и побрести, куда ей вздумается. И после о нем и не вспомнить. Характер веселый, общительный. Она прирожденный полководец. Может быть хорошим руководителем. Кругу детей пользуются авторитетом. К ее мнению прислушиваются. Сама по себе добрая, отзывчивая. Не имеет сострадательное сердце. Любит маленьких детей. Подвижная, живая. Любит купаться, хорошо плавает, поет. Послушная, исполнительная. Работы не боится. Работа сама предлагает помощь, внимательно к другим. Очень развито свое «хочу» и «не хочу». Сама мнением набита до ноздрей. Судит других, особенно взрослых, и в глаза, и за глаза. На полное рассуждение ума нет, но во всем увидит изъян. Нравоучений не любит, так как готова свое мнение на то или иное. Для нее это занудная проповедь, которая воспринимается с сарказмом. Очень обидчиво легко замыкается в себе и добавляет в оправдание, что ее мама может и по неделе с папой не разговаривать. Присуща крайне нехорошая черта – лицемерие. В глаза смотрит, улыбается, даже похвалит то или иное, а отвернется, хает не по-детски ядовито. Человек не открытый, себе на уме, а человек, из которого общалась, может быть, даже дружила, в разговоре с другими может сказать беспощадно, насмешливыми, уничижительными словами. Если происходит что-то вопреки ее желанию, то протестовать открыто и спорить побоится. Но замкнется и будет очень упорно в своем упрямстве, неприятии и внутреннем осуждении. Чрезвычайно переживала за свою характеристику, и не из-за своего характера, а из-за страха перед мамой. Человек непостоянный. Все положительно и отрицательно дети получают от своих родителей, от учителей и от товарищей. У нее самая отрицательная черта – выискивание в окружающих ее каких-то недостатков. И это она почерпнула, видимо, дома, ибо для нее авторитет в этом – мама. Это не просто тревожный симптом, а смертельно опасный. И родители этого никак не могут видеть. Никак не могут не видеть. Люди с такими повадками всегда одиноки. Часто разводятся, делаются желчноядовитыми, и все у них утопает в ропоте на кого-то. Мы делаем заключение, что ей весьма полезно быть в нашем лагере, где добрые ее качества освобождаются от лени, от того, что не дает им развиться, а осуждение пресекается сразу же с подробным разъяснением. Когда она выискивает недостатки, видно, как она начинает болеть, ибо грех осуждения по Иоанну Златоусту страшнее самых смертных грехов. Детям такого возраста вообще исключительно редко такое постоянное чувство осуждения других, как у нее. Этот грех ребенка раскрывает грех родителей, и, как правило, матери, и с ним нужно покончить немедленно сегодня же. И беда еще в том, если родители прислушиваются к таким детям и принимают их выводы за чистую монету, и идут у них на поводу, делая из них более сильные свои выводы. Как правило, эти дети в дальнейшем делаются отчужденными от родителей, заразившими их бациллой осуждения. И эти дети недружественны между собой и с родителями, ибо они друг в друге искусственно находят недостатки и ставят их на первое место. Судя по застарелости этой опасной болезни, нужно добавить, что просто так безболезненно от нее ей не избавиться. Родители должны перестать при детях говорить о ком-либо худо, ибо плоды таких разговоров уже налицо. Христиане могут простить подобное нашептывание за углом, но в миру они сразу же получат сдачи. И верующие, даже прощая, опасаются таких людей. Притом, оправдать этот грех ничем невозможно. Он неизвинителен вообще. Осуждение совершается и при сытом желудке, и натощак, при полном довольстве и в бедности. Ей не отказано приехать к нам в лагерь и в будущем. Начальник детского лагеря Стана Лапкин Игнатий Тихонович, старший воспитатель Приходько Наталья, 8 июля 2003 года. Характеристика на Дениса 10 лет. На первый взгляд, ребенок ничем не отличается от других. Только лишь отталкивающее чувство вызывает какой-то змеиный застывший взгляд, который сразу же бросается в глаза. Мама и бабушка Дениса несколько раз обратили наше внимание на скромность своего отпрыска, что, дескать, может затруднить наше общение с ним. Солгали они о скромности умышленно или вправду уверены в том? Но вот здесь открылась бездна в душе такого еще несозревшего ребенка. Коллектив детей его никак не желал не желал принимать свою среду в играх и в работе. Но он сразу же вступил в дружбу с одним нашим рекордсменом по наказаниям, Анфиром, любителем поиздеваться над всякой живностью, и которого дети также не любят за скверный характер. Мы это общение пресекли, но они продолжали сталкиваться, как бы не могут жить без друг друга. Вместо скромности открылось наглое пренебрежение старшими. Он никого не видит и не слышит, делает то, что задумал. Прекрасный артист переоплощается на глазах, когда узнает, что за ним наблюдали. Из льва делается мгновенно ягненка. Круто приправляет свои слова матом. Умный, сообразительный, внимательный, очень ленивый, злобный, имеет ярко выраженные садистские наклонности. Можно сказать, будущее Чикатило. Затащил мальчика в келью насильно среди белого дня, когда взрослые других детей катали на лошадях и на лодках. И он улучшил такой момент. Позже он скажет матери, что затащил для того, чтобы тому Илюше рассказать анекдоты. Этот же ребенок из верующей семьи и очень спокойный. И намного младше его. И устроил ему пытки. Начал его душить, выворачивать уши, нос. Младший брат жертвы увидал это и закричал. Чем бы это могло кончиться? Срочно вызвали мать. И она только и спросила Дениса. Ну и куда я теперь с тобой? Сам же страшно трусливый, боится наказания даже крапивой. Заложит любовь за свою заднюю часть. В воду и то боится войти. Его дети насильно тащили купаться. Мы его сразу же посадили на веревочку. Привязали за руку к воспитателю и ни на один шаг уже не отпускали от себя, пока из Барнаула приехала мать. Смирнягина Кристина, 12 лет. Приехала с Урала и в первый раз. Легкая, тоненькая, ласковая, добрая сердцем, отзывчивая, сама спешит на помощь, работящая, честная, искренне верующая в Бога. В коллектив вошла легко и сразу. Благодаря простому и легкому веселому характеру. Необидчива, может и есть обида, но вида никогда не даст, что что-то имеет на тебя. Прекрасная помощница в любой работе. Заткнет за пояс любого мальчишку своего возраста в спорте, в играх и в работе. Ей можно доверить самостоятельно выполнить заданную работу. Выполнит старательно и на совесть. Хороший руководитель и нянька отличная. Хозяйственная. Любит петь и поет хорошо, купаться, качаться на качелях, играть в баскетбол, футбол. Подвижная, проворная, активная всюду. Умная, сообразительная, с жадностью впитывает в себя то, что говорят о Боге. И сама интересуется. Дай Бог сохранить ей это на всю жизнь. Аккуратная. Аккуратная, опрятная, любит одеваться со вкусом и незаметно поглядеть на себя в зеркало. Мальчишки липнут к ней, как мухи на мед. Берегись, сохрани себя, ласковый цветочек наш. Болотов Коля, 12 лет. В нашем лагере Стани из Горного Алтая. Здесь первый раз. Своим внешним видом вызывает доверие к себе. Открытое, спокойное лицо, прямой взгляд. Внимательный, рассудительный, простой. Добрый сам по себе. В кругу детей пользуется авторитетом, так как не заносчив, уступчив, общителен, необидчив. Умный, работящий. Его приятно брать в помощники на любую работу, так как очень старательный. Может быть, хорошим руководителем. Серьезный. Видно, что с детства дома не зацелован, не избалован вниманием. На обиду не замедлит дать сдачу. Смелый. Тот нужно поработать, чтобы быть полным христианином. Нужно больше читать, развиваться, стараться меньше обращать внимание на противоположный пол. Характеристика на Алексея, 19 лет, находящегося на службе в армии. Вырос в старообрядческой семье. Не курит и не пьет спиртное, дай-то Бог, в этом бы и удержаться. В семье у них семь детей, приучены с детства трудиться. Это помогло ему и в учебе в техникуме. Замечен, что может даже начать свое дело. Ответственность за порученное дело в этом возрасте – ценная в Алёше черта. На конфликты не идет, старается сгладить их. В этом есть зерно безразличия. За истину биться не будет, лишь бы было покойно. Добр, улыбчив, не хомовит, не жадный, может помочь старшим, любит вкусно поесть, что поведет к излишней полноте, на что уже есть намек тревожный. Алёше легко обидеть, но он не злопамятен, веселый и совсем уж необычно, что в старообрядчестве выросший имеет зачатки юмора. С детства бывал летом в нашем лагере Стане. Все опрошенные близко знающие его подметили, что он легко входит в общение и очень уж доверчив к людям. Это грозит ему большими неприятностями в жизни. Он может попасть в дурное общество и попасться на удочку сатаны, влюбчив в женский пол, но за рамки приличия не переходит пока. Это зависит от наличия в нем хотя бы немного страха Божия. А вот этого как раз и дефицит. Мог бы вполне по религиозным убеждениям не принимать присягу, тем более в такое льготное время, когда можно отслужить на альтернативной основе. Но, как все, зачем мне выделяться, я не хуже других, может стоить жизни. И присяга его есть лучшее свидетельство нерожденности свыше, отсутствие страха Божия. Матфея, 26 глава, 52 стих. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Откровение, 13 глава, 10 стих. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Присяга есть клятва, категорически запрещенная Иисусом Христом. Матфея, 5 глава, 34 стих. «Я говорю вам, не клянитесь вовсе». Иакова, 5 глава, 12 стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другою клятвою, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не попасть осуждению». Протеерей Иоаким Лапкин, настоятель Свято-Анфимовского храма, начальник детского православного лагеря Стана Игнатий Лапкин, 19 августа 2003 года. Были даже такие, которые приезжали из другого города спросить, для чего я опубликовал это? Отвечаю, что характеристику писал, во-первых, по их просьбе, второе, это мой труд, и я им властен распорядиться, как найду нужным. Тем более, когда готовился писать, то спросил, «Не против будешь, если это будет достоянием других, и ты дал согласие? Прощай пока, меня уже ждут другие написать им характеристики. Живите чисто и интересно, и не скрипите в чужом доме». Нельзя ли проследить, как зарождалась необозримая по бедствиям цунами? Землетрясение, непослушание жало, все то, что происходит с нами. И был же вечер, багровело утро, полоблачка с ладонь на горизонте, ахальничал мышонок нагло, шустро, а мы прохлопали ушами из просонья. Не взахались, молясь, посты не соблюдали, вытягивали жилы на работе, что значит, мол, корючка, запитая, а сын и дочь не знали вкуса пота. Мы подошли, приехали, приплыли, случайно залетели в наш бедлам. Плодится мошкара греховной пыли, нет цельного ни в чем, все пополам. Приходят несогласия с писанием, и первый шаг к порогу без молитвы. С полохи беды, штрихкоды полосами, так в бездну открывается калитка. Упрямо на вопрос не отвечает, глухонемая нечисть прописалась, солгал для выгоды, как будто бы случайно, на совести вершок свиного сала. Не вовремя пришел, не ночевал, сослался на друзей или на транспорт, лавинный сход, губительный обвал, из-под тяжка с повязкой пиратской. Заголосить беспечности не поздно, расхлебывая вечером и утром. В мозгах у отрока засевшая заноза, что ложью можно все следы запудрить. Прогноз погоды не на день, на годы, без розги гибкой нам не воспитать. Фрукт одичавший, горек и негоден, не в закромах у Господа Христа. 22 июня 2004 год, Игла. Субтитры создавал DimaTorzok